Доброе утро! Ну а сегодня мы расскажем вам о том, от каких болезней вас может спасти перец Пири-Пири. Ух ты! Расскажем о том, кто первый додумался освещать города и улицы и где можно поговорить с говорящими памятниками. Об Украинке, покорившей Голливуд гибкостью, и о скульпторе, который объездил полмира, но решил вернуться в Украину. Также расскажем о женщинах, для которых возраст, только цифры в паспорте. Одна в 97 ушла в модели, а вторая, которая в 72, решила заняться киберспортом. Еще расскажем о семи украденных картинах и, конечно же, приготовим очередной кулинарный шедевр с нашим Чавой Бакашем. Также поговорим о школе на пляже. Можем начинать? Можем. Костя, как ты себе представляешь караваны? Эль Классико? Верблюды, бедуины. Ты в курсе, что караваны – это не обязательно верблюды? Представляешь, там могут быть грузовики, это могут быть корабли, это могут быть даже люди с большими клетчатыми сумками. А что же их мотивирует объединяться в стаи? Мотивирует их желание получить какую-то поддержку, защиту, взаимную помощь. Ведь не всегда можно рассчитывать на собственные силы. Ага, а к чему это вообще разговор? Потому что сегодня – Международный день караванщика. Знаешь караванщика? Поздравляй! Что еще интересного и знаменательного произошло в этот день, узнаем из нашей рубрики «День в истории». Выражение «Черная пятница» впервые прозвучало 24 сентября 1869-го. Долгие годы под этим словосочетанием имелся в виду обвал фондового рынка в США. Методом спекуляции падение спровоцировали два крупных инвестора – Джим Фиск и Джей Гу. Они очень занизили стоимость акции на золото. Для фондового рынка это обернулось крахом. В Америке начался кризис. Продажи упали в разы. Чтобы хоть как-то спасти ситуацию, Фрэнк Вулвард, продавец маленькой лавочки в штате Пенсильвания, установил фиксированную цену на весь ассортимент. Он выставил на прилавок сезонный товар и установил рядом табличку «Все по 5 центов». Акция получила небывалый успех. Это и была первая распродажа. 24 сентября 1941 года в центре Киева началась спецоперация НКВД «Адская осень» или же «Огненный смерч». Четыре часа дня мощный взрыв превратил магазин «Детский мир» на Крещатике в груду кирпича. Потом грянул второй, третий, четвертый, пятый. Взрывы раздавались через неравные промежутки времени в разных местах на Крещатике и продолжались всю ночь. Начался чудовищный пожар, охвативший почти весь центр города. Он продолжался две недели, а зарево было видно ночью за сотни километров. Взрывы на Крещатике длились пять дней, а развалины дымились даже в декабре. Огненный смерч уничтожил весь исторический центр Киева. Крещатик и еще три километра прилегающих к нему улиц превратились в груду дымящегося кирпича. Были взорваны 324 здания. Среди них театр, консерватория, цирк и пять лучших городских кинотеатров. Кроме того, до тла сгорели почти 300 частных одноэтажных домов. В результате этой жестокой спецоперации погибли или остались без крова тысячи киевлян. На самом деле город был заминирован при отступлении советскими солдатами. Об этом свидетельствуют документы. В этот день, в 1998 году, состоялась первая в мире операция по трансплантации кисти. Ее в Леонской больнице провела команда врачей Эдуара Эрио. Пациентом стал 48-летний новозеландец Клинт Паллам. Конечный итог трансплантации был неудовлетворительным. А все потому, что Клинт перестал принимать препараты, подавляющие отторжение чужеродной ткани. И в итоге пересаженная рука начала воспаляться. Тем не менее, эта операция стала началом большого пути в трансплантологии. 24 сентября 1999 года на лондонской Бейкер-стрит был открыт памятник популярному литературному персонажу Шерлоку Холмсу. К слову, место расположения памятника выбрано не случайно. Ведь в рассказах Артура Конана Дойля известный сыщик и его верный друг доктор Ватсон арендовали квартиру именно на Бейкер-стрит. Автор бронзового памятника высотой в 3 метра Джон Даблди. Впервые Шерлок Холмс появился в детективной повести «Этюд в багровых тонах». О проницательном сыщике написано 56 рассказов, 4 повести, снято более 200 кинокартин. Книга рекордов Гиннеса называет его самым экранизируемым литературным героем. 24 сентября 2004 года 17-летний Ивано-Франковский студент Дмитрий Романюк бросил яйцо в Виктора Януковича. Тогда беглый тиран был премьер-министром Украины. После меткого попадания Янукович упал. Позже его пиарщики заявили, что кандидат в президенты попал в реанимацию, впав в колоптоидное состояние из-за попадания тяжелым тупым предметом. Инцидент с яйцом породил множество шуток и мемов в социальных сетях, а также предшествовал появлению развлекательной компьютерной игры. А каким будет 24 сентября 2021 года, зависит от каждого из нас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова